Молодые, активные, очень спортивные молодые люди из села Мокрусово вот уже некоторое время занимаются хоккеем, организовали свою команду и постоянно проводят тренировки. Ни для кого не секрет, что хоккей – дорогой вид спорта, одно обмундирование стоит немалых денег. С просьбой о финансировании они обратились в программу одного из федеральных каналов. К их счастью, в ней принимала участие сенатор от Курганской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Елена Перминова, которая не оставила без внимания этот вопрос. Спустя всего месяц новогодний подарок прибыл в Мокрусово. Нерайонный бюджет не может потянуть эту проблему, взять на себя такую ответственность и купить формы, купить клюшки. Это очень дорогостоящее обмундирование для такого вида спорта. Областной бюджет, к сожалению, тоже не может этого сделать, а помогать все равно надо. Нельзя погубить вот ту искру, которая в них есть, то, что они хотят играть в этот хоккей, то, что они хотят соревноваться с другими командами нашей области. Нужно это, конечно, было поддерживать. Елена Перминова обратилась с просьбой помочь команде Мокрусовского района к спонсорам. Поддержка нашлась. Новая форма и клюшки приехали к своим новым обладателям. Вам хочу сказать огромное спасибо, что вы нам ее привезли. Мы будем стараться играть в хоккей и прославлять свой район. Спасибо большое. Правительство Курганской области в последнее время уделяет пристальное внимание развитию хоккейного спорта в планах создания нескольких лиг, которые объединят в себе команды различного уровня мастерства. Мы надеемся, что все значимые успехи у них еще впереди. Команда молодая, но при всем при этом хочу сказать, что система соревнований в Курганской области позволяет выступать как командам детских юношек и спортивных школ, молодым ребятам, так и ребятам, которые уже в возрасте и которые участвуют в чемпионате области. В этом году Федерация хоккея, которую возглавляет Сергей Николаевич Парышев, достаточно активно провела подготовительную работу. Я думаю, что в календаре следующего года, следующего сезона у нас появится соревнование для команд именно такого уровня, как Макроусовский район. Мы будем проводить зональные соревнования с тем, чтобы разделить игроков и команды по уровню их подготовки. Для самих игроков и для района в целом это весьма значимое и знаковое событие. Хочется пожелать команде Макроусовского района удачи, почаще участвовать в соревнованиях, приглашать к себе. Наверное, сегодня мы присутствовали на дне рождения Макроусовского хоккея.